Копирка дрифт-эвента с 2023 года. Всем здорова, и сегодня у нас будет обзор на новый дрифт-эвент. А также я вам покажу два лучших способа, как его проходить. И со мной сегодня Марк и Пивор. Поздоровайтесь, пожалуйста. Всем привет! Всем привет, дамы и господа! Да, на заднем фоне падает самолет, а мы переходим к ролику. Желаю вам приятного просмотра. Получается, первое, что бы я хотел начать, это с наград. Получается, у нас есть две машины, и на одной из них РАПС. Первая машина это у нас вот такая вот Mazda RQ7 Pro. Вот так вот она выглядит. Получается, стоковый вот такой вот у нее цвет. И давайте покажу вам салон. Быстренько. Вот так вот выглядит. Ну, вроде прикольно. Как вам еще она? Да, как вам не прикольная? Ну, типа да. Согласен. Также сейчас я вам покажу ее характеристики. Вот такие вот у нее характеристики в стоке. Стоит у нас 136 тысяч. А если с фу прокачкой получается РС Апгрейд, то она едет 326 километров в час. И ее получить можно за 100 тысяч очков ПТС. Следующая награда это у нас получается в РАПС на эту Мазду. Вот так вот он выглядит. От компании Falcon. Да, так же называется, правильно? Правильно я сказала? Да, все верно. Все, отлично. Получить его можно за 250 тысяч очков ПТС. И финальная награда за миллион очков дрифта. Это у нас вот такая вот Ламборгини Галларда. Да, я в ролике сказала неправильная. Я сказала Гоярда вроде бы или как-то так. Вот так вот она выглядит. Вообще, по мне, кал полный. Просто кал. Вот. Она какая-то вообще маленькая. Очень маленькая. Но, наверное, в принципе, Галларда такая и есть. Типа сзади похожа. Сзади похожа. Салон похож. Сейчас я вам тоже его покажу. А с передней особо. Дай покажу салон. Уди. Вот. Вот так вот он выглядит. Ну, он плюс-мус похож на оригинал. Как вам вообще эта машина? Хорошая. Я сброшу на эту машину. Кстати, 250 тысяч сантратила. Поддерживаю, поддерживаю. Ну, и касаемо ее характеристик, давайте я вам сейчас их покажу. Получается, со стогой прокачки у нее вот такие вот характеристики. И стоит она полмиллиона, 500 тысяч. И получается, с рейса Бурэйдем она у нас будет ехать 378 километров в час. Максималка. Ну, типа, более-менее неплохо. Для дрифта машина быстрая не нужна. Но вы вспомните прошлую Ламборгиния какая-то там Хуракампро вроде бы, да? И там она вообще быстро ехала. Очень разгонялась. Давайте мы с вами не будем долго на этом задерживаться. И перейдем к способам прохождения этого ивента. Получается, первый самый лучший и самый быстрый способ. Самый простой, даже будет правильно сказать. Это просто кататься на дракстерах по, получается, краю гонки и дрифта. Давайте я вам сейчас это быстренько все покажу. Мы с вами садимся в дракстер. Начинаем гонку. Можно, кстати, взять любой вообще без разницы. Хоть вот такой, как у Пивара. Хоть как у Абуба Марка. Хоть как у меня. Без разницы, какой у вас есть. Но все-таки желательно, чтобы это был один из самых быстрых. Вот, гонка начинается. Получается, 3 секунды мы ждем. И просто едем сейчас вот по этому бортику. Смотрите. Вообще без разницы. И можно так за гонку набрать хоть 50 тысяч. Если она ловчится и прям хорошо, типа, никуда не слетать, там не вылетать, то там 50 кавычей вам легко обеспечено за одну гонку. Давайте сейчас вот чисто вы увидите в ускоренной съемке, и мы посмотрим, сколько я смогу набрать. И сколько наберут пацаны. Получается, мы закончили гонку, я занял первое место и набрал 51 тысячу. Я уже так наловчился, потому что я весь ивент проходил, ну почти весь. Получается, Абуб Марка у нас на втором месте набрав. На, получается, топ-фуиле 44 тысячи ПТС, ну почти 45. И пивор 10 тысяч набрал. Ну потому что у него, типа, дракстр не сильно прям, как бы, так скажем, быстрый. Ну что ж, а третий способ заключается в том, что мы с вами просто берем любую машину, начинаем гонку дрифта и сразу до надписи GO, то есть вот эти вот 3 секунды, телепортируемся к домам и начинаем там дрифтить. Тогда у вас гонка не слетит, как это было раньше, и все будет окей. Вы нафармите там 50-ка ПТС вообще спокойно. Смотрите, мы выходим быстро, быстро заходим в магазин, все, спавнив машину, и вот, у меня не вылетела гонка, и мы с вами можем спокойно кататься, только у меня почему-то машина забагалась. Вот, мы переспавниваем, и все, и спокойно просто тут дрифтим. Смотрите, вон ПТС идут, и мы так можем фармить, потому что тут места дофига. Вообще, ход на дракстре, но типа на дракстре почему способ лучше в самой гонке, потому что, как бы, там бортик есть, и из-за этого он, как бы, больше дрифтит. Вот, а так мы можем на обычной машине, на любой дрифтовой, дрифтить, и будет с кайфом, все. Вот, это, в принципе, были два самых лучших способа. Вы можете проходить, также мы сделали небольшой обзор на награды. В принципе, на этом все. Все, спасибо за просмотр, и пока-пока, попрощайтесь, пацаны. Да, всем пока-пока. Всем до свидания, дамы и господа.